всем привет с вами team lead conf плюс плюс 2023 с вами валерий котилов и сегодня в гостях у меня григорьева юлия юля задает направление для более чем 300 аналитиков в рамках газпромбанка оппозицию не это хитов профессион юль привет привет подскажи пожалуйста не во всех крупных корпорациях есть такая позиция чем заключается суть ее работы за что ты отвечаешь ходов профессион системных аналитиков направляет собственно этих системных аналитиков задает им единый вектор развития разрабатывает и внедряет стандарты работы системных аналитиков в нашем банке правильно я понимаю что ты некий лидер который создает регламентирующие документы по которым эти 300 аналитиков впоследствии работают да все так это нужно для того чтобы системные аналитики независимо системы работали по единым стандартам и правилам наш банк сейчас проходит айти трансформацию и мы уходим от иерархических структур управления к кросс функциональным продуктовым командам и так исторически сложилось что раньше правила работы команды строились вокруг системы и сейчас у команды продуктовой команды появляется необходимость дорабатывать сразу несколько систем и аналитик переходя переключаясь от одной системы к другой перестраивается на новые правила и используют новые инструменты и поэтому порог входа при доработке такой системы у аналитиков очень высокий вот наша задача сейчас снизить этот порог входа разработав и выявив и внедрив в единые инструменты работы аналитиков во всем банке я примерно представляю что условно вы регламентируете формат реализации проекта допустим ваш системный аналитик ранее делал макапы в бальзамик макапе а теперь вы всех перегоняйте фигму можешь вот на каких-то конкретных примерах привести что значит регламентирование стандартизирование в рамках газпром банка у нас выделили для себя три вектора развития во-первых мы хотим дебюрократизировать процесс работы системных аналитиков банки отказаться от части документов и вообще оптимизировать количество документов которые пишет системный аналитик и второй вектор это те документы которые у нас останутся так или иначе мы хотим сделать более технологичными перевести их поближе коду генерировать их из кода или использовать инструмент док из код и еще один из важных векторов это к функционально-техническому проектированию подключить разработчиков чтобы они как можно раньше погружались контекст задачи в контекст происходящего и как можно раньше начинали писать код и создавать непосредственно продукт мы в ходе своей работы до в ходе работы хопа общаемся с большим количеством системных аналитиков как внутри нашего банка так и вовне проводя собеседование и практически все аналитики рассказывают про свою работу примерно одно и то же как правило к аналитику приходит продукт-оунер или заказчик извне или менеджер команды с некой идеей и аналитик на основании этой идеи подготавливает некий артефакт спецификация требований к автоматизированной системе которая содержит в себе функциональные и нефункциональные требования этот артефакт мучительно и долго согласовывается со всеми заинтересованными лицами и передается разработчику и разработчик начинает по этой спецификации собственно кодить здесь есть ряд проблем которые мы видим и с которыми мы пытаемся бороться во первых проходит два или три спринта в зависимости от объема задачи и результатом работы команды является документ какой-то артефакт они работающий код не работающий продукт который можно проверить на реальных клиентов и второе разработчики когда начинают собственно кодить сталкиваются с проблемой что документация не соответствует коду и документ приходится переписывать опять его согласовываете опять все по кругу и в общем-то это не способствует ускорению производственного процесса вот поэтому для нас очень важно сейчас оптимизировать все эти наши подходы системного анализа максимально его упростить и сократить и как можно раньше разработчиков включить в этот процесс слушай ты так сладко рассказываешь что вы избавитесь от большинства документов разработчики у вас сами будут писать документацию потом генерировать в автоматическом режиме то какая работа останется у системных аналитиков зачем они будут нужны да здесь есть два ключевых момента во первых мы не перекладываем функционально-техническое проектирование на плечи разработчиков мы их подключаем к процессу проектирования чтобы они как можно раньше погружались в контекст и как можно раньше начинали разрабатывать продукт вот и второй момент как практика показывает мне от всей документации можно отказаться мы также планируем вести эту документацию просто более технологичной более гибко работа аналитика сводится к тому что он продолжает выполнять функционально-техническое проектирование совместно с разработчиками совместно с командой он продолжает вести техническую документацию также совместно с разработчиками но более технологично он поддерживает процессы разработки тестирования он создает и разрабатывает контракты api согласовывает их с внешними системы например для банка и ставят задачи на разработку ну а господа системной аналитики без работы вы не останетесь но вообще с точки зрения документации как код что это такое в твоем представлении это когда с документацией работают также как и с кодом по тем же принципам и правилам например для изменения кого-то документа делается комит а для согласования этих изменений делается пол реквест вот если говорить про тот артефакт который сейчас аналитики правило пишет он состоит из описание слоев системы это юай печатной формы отчетные формы это api модель данных и некое описание процесс который все это взаимоувязывать между собой если например говорить вот брать api говорить про api то сейчас аналитики как правило пишут это все в табличном представлении на конфлюенсе или варде а нам предстоит отказаться от таких вот форматов бинарных описания и перейти к например ямлом или джессон формате open api сенкапи если говорить например про какие-то схемы описания бизнес-процессов то можно использовать плантюм или коммунду которая хранит схемы в xml формате если говорить про описание алгоритмов или пользовательских сценариев то можно использовать язык разметки маркдаун а скидок и тому подобное вот все это позволит более гибко работать с документацией управлять этой документацией а также позволит разработчикам не бояться править эту документацию и также вносить в нее изменения или позор превокационный вопрос вот я как человек который плотно работает с документацией люблю комплюенс потому что там есть удобный визуальный редактор а то парадигм который который ты сейчас рассказываешь она возвращает нас двухтысячные понимаешь когда нам уже нет визуального редактора нам вот эти маркдауны приходится спецтеги вручную проставлять и скорость работы она существенно снижается ну спорный момент наверное это дело привычки сейчас существует огромное количество плагинов инструментов по работе с языками разметки например с тем самым маркдауном можно установить плагин в идее на своем рабочем компьютере и работать вполне удобно и комфортно мы работаем и качество и скорости при этом не снижается ты до этого рассказала о том что в результате цифровой трансформации вы отказались от части документов а есть у тебя какой-нибудь персональный топ список этих документов поделись с коллегами три могу назвать документы от которых мы сейчас на конкретно моем проекте отказались это отдельное описание модели данных логической модели данных как отдельного артефакта отказались от описания табличном виде контракта api пример сервисом взаимодействия и третье описание экранных форм мы как раз переводим сейчас формат док из код в язык разметки ты до этого рассказал что с документацией вы будете работать как с кодом то есть я услышал некий механизм который похож на гид где вы комитете где вы пушите где вы организовываете мерч-реквесты какая система качестве хранилища у вас используется для хранения документации тот же самый гид все то же самое то есть документация хранится рядом с кодом в том же репозитории где лежит код сервиса а кто у вас отвечает за разбор конфликтов знаешь в конфликте что было удобнее там невозможно было запушить скажем так информацию в один тот же документ сам факт самого конфликта не возникал случае с гитом если мы с тобой работаем над данным над одним документом и хотим закомитить у нас возникли конфликт кто отвечает за мерч-реквест сами люди которые выполняют собственно эти коммиты и ставят пул-реквесты в общем-то система битбакет позволяет отслеживать эти конфликты и решать их непосредственно с между инженерами которые разрабатывают тот или иной артефакт внутри гита ты уточнила что у вас появились сейчас некие единые правила и стандарт я уверен что они были и раньше какое-то глобальное изменение в рамках газпром банка с появлением тебя и твоей профессии какое оно все правила строились вокруг системы у нас в банке очень много систем и раньше все правила и все команды строились вокруг одной системы сейчас же мы создаем единые правила для всех систем и собственно вот в этом принципиальное отличие пушка спасибо большое июля напомню с нами была григорьева июля это в профессион газпром банки и под ее руководством находится более трехсот системных аналитиков спасибо всем спасибо с вами был тим литкон в плюс плюс 2023 до скорых встреч